Добрый день, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы чистим духовку. Как? Если у вас духовка последнего поколения, она позаботится о себе сама. Прочитайте инструкцию и действуйте пошагово. Некоторые хозяйки могут даже спросить, а что духовке надо чистить? Да, моя дорогая, надо чистить. И если у тебя очень грязная духовка, тебе нужна помощница, чтобы её привести вот в такое состояние. Что же нам понадобится? Сейчас я вам подскажу. В хозяйственных магазинах, в супермаркетах продаются специальные средства, на которых именно нарисована духовка. Покупаете вот такие химические. препараты, очистители. И чистите вашу вот такую грязную духовку. Да, если вы её запустили до такой степени, то вам нужно именно Золушка или, да, Мистер Мускул. И много-много других фирм, которые выпустили. Другие фирмы выпустили всякие разные очистители. Брызгаете, закрываете, включаете, остужаете и вытираете. Духовка ваша будет чистой. Но у меня есть одна знакомая. Она говорит. Ну и что чистая духовка? А сколько химии! Ну хорошо, если не хотите химию и хотите очистить вот такую духовку, вам придётся изрядно попотеть. Для этого у меня осталось два способа. Один. Берём всем знакомое моющее средство. Фэри. Наверное, вы с ним знакомы. Вот, посмотрите. Вот оно. Лучше всего очистить вашу духовку. Фэри. Да. Не разбавляйте её водой. Возьмите на губку и намажьте всю духовку этим фэрри. Дальше. Будьте внимательны. Духовку не включаем. Она холодная. Вы всё нанесли. Теперь берём поддон. Наливаем туда воду. Вода должна быть, естественно, холодной. Наливайте воды побольше. Дальше ставим миску и туда насыпаем разрыхлитель. Две пачки. Если нет разрыхлителя, можете соду с лимонной кислотой или соду чайную с уксусом налили в мисочку. Закройте дверцу и включите на 90 градусов. У вас получится вот такая картина. Выключите и постелите какую-нибудь тряпочку или полотенце, чтобы не затекала вовнутрь вот эта жидкость. Дальше возьмите тёплую воду и вымойте внутри духовки и протрите сухой тряпочкой. Вот и всё готово. Третий способ это более такой с неприятным ароматом. нам нужна будет вода. Наливаем аддон и пользимся аммиаком. Аммиак это то, что мы часто слышим нашатырный спирт. Кстати, мы им чистим грязные вещи, мы употребляем его при мытии полов, несмотря, что у него такой аромат. Но он удаляет всё неприятное, все грибки, все бактерии. Тут же нам понадобится на поддон налить воду, включить духовку, воды побольше, включить духовку на 180 градусов и оставить его минимум на полчаса. Духовка прогрелась, после этого берём миску, чашку, ну, что у вас под рукой, выливаем туда бутылки 3-4 аммиака. Зависимо от того, насколько загрязнилась ваша духовка, долго ли её не мыли вы, процедуру может быть придётся повторить два раза. Смотрите сами, вы, хозяйка, вы это увидите. Ставим духовку, выключаем духовку и ставим в духовку вот эту чашу. Оставляем минимум на 3-4 часа. Хотя сарафанное радио говорит, что от 5 часов до 12. Ну, что, чем больше останется, тем, наверное, лучше очистится. Но оно же остынет, но не знаю. Я сказала вам, как можно очистить. Дальше удаляете аммиак, удаляете воду и вымываете внутри духовки. За это время, так как аммиак тоже щёлочь, он съест весь жир, весь налёт, который там, всё это расплавится и тоже будет течь. Если воды будет достаточно, если там не будет воды и духовка будет сухая, она наоборот прилипнет и вам придётся отзирать. Так что не забудьте налить побольше воды. Ну, теперь хочу рассказать ещё чуть-чуть об нашатырном спирте. нашатырка, аммиак, вы знаете, всё время пользовались, если человек терял сознание, ватку мочили аммиаком и подносили к носику, человек просыпался. Последнее время слишком много стало муравьёв. Не знаю, как у вас, но у нас они даже и на кухне, и на даче, и, короче, везде. Поэтому нашатырный спирт можно добавить воду и вымыть, вычистить все шкафы на кухне, полы помыть и надолго уйдут эти насекомые, не будут вас беспокоить. Ну, а наша хозяйка, наверное, сидела, слушала, слушала, а теперь пойдёт мыть духовку. Пожелаем ей удачи. Не забудь, хозяйка, одеть перчатки. Не забудь, если будешь пользоваться нашатырём, открыть окна. А пока пожелаю тебе удачи, попрощаюсь с тобой, до свидания, береги себя и заходи ещё на наш канал. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok